Ребят, всем огромный привет, мои хорошие. Как ваши дела? Как ваше настроение? Рассказывайте. Причухан у меня, конечно. Ну, уже звонила, приедет мой мастер, которого я всё время подстригалась, и пойду на стрижку. Мои мальчишки пошли на рынок, вот, мама пошла на заплыв, раз сегодня она не пошла на рынок, то она встала, конечно, правда, с утра, сейчас покажу, с утра она жарила уже этих блинов, да, из кабачков, один у неё порвался, отложила, вот, так что, и сейчас соус здесь. Сделаю, тут у меня чесночок, укропчик, со сметанкой, солька, перчик, ну, короче, такие, потому что мальчишки сейчас придут с этого, с рынка, голодные, они не завтракали. Вот так вот. Макс вчера пошёл, затарился, мамаша у меня не любит масло оливковое, а Макс у меня очень сильно любит. Кстати, вот, кто не пробовал, вот, в Меркадоне вот это масло оливковое, именно для салатов, там, ну, вот попробуйте, оно очень вкусное. Макс пошёл, сразу две бутылки взял, оно, правда, не из дешёвых, вот это масло, тут даже пол-литра нет, так, сейчас скажу, а не пол-литра, да, я почему-то думала 375, это стоит 4, 4, короче, около 5 евро, что-то такое, по-моему. Вот, но оно, именно классное. Вот, и тут сейчас я буду заниматься работой вчера, Макс мне работы подогнал. Ходили с Данилом вечером на этот, на променад, они ходят вечером, да, километры наматывают. И зашли в Меркадону, вот, и купили рыбу такую, вот, а я её засолила, вот, сейчас буду с ней разбираться, она у меня ночь отстоялась, сейчас я её солью, разделаю, сразу косточки всё подостаю, с лучком в баночку, короче. Потому что мой муж купил себе пивка, говорит, я хочу этой рыбы с пивком. Вот так вот крутимся, вертимся, сейчас уже придёт, не знаю, может купит этих нагурцов, если будет, всё это потому что мама моя там надавала задание, что если и будут вот эти вот маленькие корнишончики, такие как мы берём, ну что-то на них ещё цена всё никак не падает, чтобы хотя бы каких-то пяток баночек мама моя всё-таки хочет закатать. Потому что огурцы те, которые продаются здесь в Испании, именно в испанских магазинах, да, не в русских, а в испанских, они, конечно, ну, на любителя, скажем так, в них сплошной уксус. Плюс, допустим, даже если делать винегрет с них, ну вот, когда у меня там, допустим, не было возможности, да, пойти в русский магазин или ещё что-то, то я нарезала винегрет, а огурцы отдельно, то есть, когда только перед подачей добавляла туда огурцы, ну, потому что если всё добавляла сразу, столько много уксуса, что оно сразу всё кислило, и невозможно было есть даже тоже, когда я тоже и оливье делаешь, ну, то есть всё нужно было только добавлять сразу к подаче, потому что это просто тихий ужас. Ну, хотелось бы так сделать, несколько баночек, знаете, так, ну, своих собственными руками, чтоб так раз, пошёл, открыл, и всё. Вот так вот. Всё. Я тут, значит, сейчас разберусь, наверное, с рыбой, и уже буду ждать мальчишку, как бы, всему говорю, купи арбуз, только купи такой, говорю, чтобы красивый был, потому что вот мама вроде бы купила, да, он был нереально, когда разрезали, он такой был красный, такой без косточек, на вид был, ну, мне кажется, что он вообще просто мёд, а он, ну, просто вода и всё, ну, вообще ни вкуса, ни запаха, ничего, естественно, мы выбросили, так что я говорю, давай, принеси, говорю, ну, вкусненький арбузик, ну, естественно, закупим каких-то овощей, потому что то не вытолкаешь, а это, ну, соскучился, соскучился за домашней едой, ему и то, и то хочется, всё это только, чтобы позвонил, что нужно купить, потому что я хочу овощное аргу, он любит, да, ну, синий перец, там, лук, кабачки, ну, такое вот всё, ну, все эти тушёные овощи с томатом, с чесночком, с зеленью, вот, говорит, что мне нужно купить, чтобы, чтобы я заслужил такое, это, такое аргу, я говорю, ну, купи, там, то-то, 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 так что пошагали с сыном вместе, с двумя тачками, вот, взяли, почему две тачки, чтобы это, потому что если арбуз, допустим, большой возьмёшь, а сколько там, что его положил в ту тачку, и он уже четверть тачки занял, там, пару килограмм картошки, ухо, блин, залетело, пару килограмм картошки положил, короче, уже нечего, это потом надо ещё переть, ещё сумки какие-то в руках, ну, не знаю, закупится что-то или нет, потому что мне по четвергам рынок вообще не очень нравится, я больше люблю ходить в субботу, но, ну, пошли, пошли ты, пошли, всё, решили, скажем так, хозяин решил, я руки вытерла, всё, идите, идите, куда хотите, ну, если что, посмотрим, что, что купили мужские руки, вот, я от эту рыбку, я её промываю, там, ну, так быстро, да, и сразу разделяю косточки, то есть, вот это уже ничего не надо, складываю в судочек, и дело в том, что так хорошо, что не надо потом ни руки пачкать, знаете, ничего, порежу потом туда лук, залью это всё душистым маслом, и всё, потом делаете, можете сделать мундирки, и всё, если вы спросите, как я солю, ну, каждый, мне кажется, делает это по-своему, но я делаю так, допустим, на килограмм рыбы, вот, я беру литр воды, закипятила, вот, потом туда чёрный перец, душистый перец, лаврушка, вот, потом 120 грамм соли, и полная столовая ложка сахара, это всё перемешиваю и даю, там, остыть нашему маринаду, когда она уже полностью остынет, это всё заливаю, и всё, если вы хотите, чтобы рыба была посолонее, значит, на сутки, если такая, чтобы была минимума сольная, то, если рыбка мелкая, то её вообще уже можно... А, ещё забыла, прошу прощения, ещё столовая ложка уксуса, то её можно вообще уже через 2 часа есть, и всё, ну, у меня я где-то держу, ну, вот это вот будет где-то 12 часов, да, где-то так ну, вот я разделала, видите, такую рыбку, сразу вилочкой накололу, и всё, и не надо потом мне руки пачкать, ничего. Немножко заливаю маслом, тут лучок нарезала, ну, лучок так нарезала, ну, крупненько, то есть перемешаю чисто, чтобы он только немножко запах отдал, а когда уже именно кушать с чем-то, то я всё равно отдельно именно мариную такое, потому что этот лук, когда он постоит, он, ну, всё равно не такой хрустящий, как отдельно подаётся, так что отдельно всё равно лук придётся мариновать. Такая вот вкуснятина у меня будет, не знаю, на сегодня захочет, ну, я думаю, на сегодня, потому что он мне уже вчера, вчера притащил и уже с вчерашнего дня не даёт покоя. «Делай рыбу, делай рыбу, чтобы уже была готова, делай рыбу». Такая вкусняшка. Что-то мальчишки мои пошли сегодня на рынок, а рынок у нас какой-то совсем фиговый, но, как всегда, по традиции, принесли маме обязательно цветы. Пришли практически пустые совсем чуть-чуть персиков, помидор, черри, укропчик, капусточка и лук с картофелем. Всё, что-то совсем фиговое закр... И теперь сразу же всё бросают. Зачем ты закрыл мне дверь, если я снимаю? И бегут в бассейн. Пока. Всё, пока. Пока. Да? А тебя не взяли в бассейн? Не взяли тебя в бассейн? И хрюшу твою не взяли? Никто с тобой не играл? Барнюшу. Ай-яй-яй, какие они нехорошие. Ты им игрушку принёс, да? Ой, солнышко. У нас до сих пор валяется Макс и чемодан. Некому его вниз опустить. Всё, пошагали, пацаны. Боже, как открыла я это окно. И такой порыв горячего воздуха. Я уже, наверное, только вечером пойду. Утром у меня не получилось. Было много дел. И то, и то, и то. Хотелось с утра пока силы есть что-то делать. Ну, получается, что в бассейн не пошла. Оба-на! Молодцы! Молодцы! Пришёл ко мне? Ты мне принёс игрушечку? Давай. Давай игрушечку. Ты на кровать хочешь? Ну, давай. Поднимайся. Пришёл сам ещё и хочешь свою свинью? Ой. Ну, хорошо. Ну, я вижу. И чего? И чего? Ну, иди. Чего ты там повернулся с задницей? Ты Хрёша принёс? Я пришла, села возле Буси, хотела снять его. А этот пришёл, быстро сел, чтобы... Посмотрите на меня, да? Барень. Отойди ты, мешаешь. Бусю хотела показать. Где Хрёша твоя? Вот. Видите, как отодвигает подушку? Вот так вот шкребёт, шкребёт. Ну, и я ему, конечно, немножко помогла. И вот так вот лежит вместе со мной на кровати наш король лев. Бусь. Бусинка. Кушать не хочется и не хочется разговаривать. Да, Бусёнок? Бусинка. Умин, грузовица. Красивый, маме-мальте. Да? Ты чухаешь. И куда-то убежал сразу. И тебе до всего есть дело. Всё. Справился, да? Справился. Всё. Говори всем пока. Девчонки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok